Ну, еще одна проблема – курение, табакокурение. Дошло до чего, что некоторые люди говорят о том, что вот, смотрите, в пример ставят, что православные священники в Греции курят, и ничего страшного в этом нет. Один из игуменов мне когда-то сказал, а ты спроси, курилки в Царстве Небесном будут или нет? Вот, и вопрос, как говорится, решится сам собой. Но Бог дал здоровье человеку, вот, и есть кождение, например, благовониями, призывает тогда священник благодать Духа Святого, вот, а есть кождение сатане, вот, я их так называю, курение. Вот, я сам курил, людей не осуждают за это, потому что это зло, вот, с которым надо расстаться. Ну, когда-то людям я просто советовал, если хочешь бросить курить, ты не обещай, что я не буду курить завтра, послезавтра, не надо обещать никаких. Просто осознай и от чистого сердца, вот, пойми, что ты этим самым оскверняешь то, что создал Господь. И когда ты будешь это понимать, ты просто не говори, что не буду курить, а каждый раз осознай это и от чистого сердца скажи. Господи, я хочу бросить курить, я не хочу курить, но я не могу, прости меня, а потом кури. И так делай каждый раз, и думаю, обязательно тебе Господь поможет. И тут есть у меня такой стих. Пойду, убью себя немного, тебя, живущего везде, увы, сегодня не до Бога, моей прокуренной душе. Ты помрачаешь нам сознание, табачный дым, зловредный дым, власть демонов собой являешь, над нами черный господин. Твоя среда, окурки, урна, кругом оплевана земля, противна, Господи, помилуй, однажды вырвал из себя. А пойду, убью себя немного, тебя, живущего везде, увы, сегодня не до Бога, моей прокуренной душе.